Привет, друг! Ты находишься на канале про Питер. Сегодня у нас для вас не самый радостный ролик, но тем не менее нужно было каким-то образом осветить то, что сейчас происходит. Буквально пару часов назад Центральный банк принял решение поднять ставку рефинансирования до 12% годовых. Теперь перевожу на русский язык. Что это такое? Банки берут свои деньги у Центрального банка. Они берут их подешевле, нам продают подороже в виде кредитов и в виде ипотек. Если вырезать весь мат из ролика, то он, наверное, будет минут на 10. Да, потому что, конечно, эмоции мои зашкаливают по этому поводу. Но давайте попробуем все-таки эмоции отставить в сторону и разобраться. Хочется показать вам ретроспективу. Вот я вывожу на экран. Вот давайте посмотрим вместе. До всех этих событий, до 24 февраля, процентная ставка у нас потихонечку поднималась. То есть она была 4,5, потом постепенно 5, 5,5, 6. Это все происходило в течение целого года. 14 февраля финальная ставка была 8,5, 9,5. Недешево. Недавно она была 8. Но после 24 февраля она резко скакнула на 20% годовых. Соответственно, если ставка ЦБ 20, то примерно ипотека выдавалась тогда по 22%, 24% годовых. Ставка высокая, но цены на недвижимость были немножечко все ровно другие. И на тот момент, конечно, цены уже были высокие после ковида. Но нужно понимать, что очень часто высокая ставка сопряжена с дешевыми ценами. Но это потому что закон рынка. Чем дороже у нас деньги, тем меньше желающих купить. Чем меньше желающих купить, тем дешевле товар стоит на рынке. Ну просто потому что ввиду отсутствия желающих его приобрести. Соответственно, так или иначе, ситуация у нас стабилизировалась. С 20 она стала 17, потом 14, потом 11. Это все буквально вот тоже за полгода. Потом 9,5 и 8. И мы, соответственно, жили вот уже со ставкой 8. Примерно в нашей голове это было нормально. Потом она постепенно поднялась 7,5. И 8,5 она стала 21 числа 0,7-го 23-го года. То есть вот буквально месяц назад. И ждали мы, что она еще приподнимется. Но я вот лично ждал, что она станет 9, 9,5. При этом важный момент. Смотрите. То, что ставка поднималась, например, 7,5-8,5 разницы в ипотеке особой не было. То есть ее как выдавали, например, условно говоря, не льготную под 10, 11, 12% годовых, а льготную под 6, 7 и 5,4. То есть я, причем вот важный момент, буквально сейчас мы решали с юристом. То есть вот у нас сейчас проходит сделка, где человек аккредитован 5,4% годовых. Мы выкупаем квартиру из-под залога в Сбербанке же. И предварительно нам все говорят, что все хорошо, мы эту квартиру купим. Я потом объясню, почему это важно и что вообще сейчас делать. И вот сейчас она стала 12% годовых. С одной стороны, вроде бы не катастрофа, потому что мы помним процентную ставку и 14, и 17, и 20. И вообще, в принципе, 12% годовых, ну вот она была, например, в 2015 году. Понимаете, с 5 мая 2015 года она стала 12,5. И сейчас мы вроде бы вернулись к этому. Но в 2015 году были совершенно другие цены на недвижимость. Да, была высокая ипотека, но цены на недвижимость были примерно раза в 2,5, а то и 3 местами ниже, чем сейчас. Сейчас все-таки недвижимость стоит, ну, достаточно дорого. Я переживаю, что сейчас эти 12% годовых станут 15% годовыми, потом 17% годовыми. Я надеюсь, что этого не будет. Но это может быть, потому что тенденция совершенно очевидна. Вы это видите, плюс высокий доллар, точнее, дешевый рубль. Давайте называть вещи своими именами. Теперь следующий шаг к рассуждению. А делать-то что? Спросите вы меня. Юра, это все как бы хорошо, но делать-то что? Тем, у кого уже одобрена ипотека, нужно успевать покупать под эти низкие процентные ставки. Потому что не факт, что мы вообще когда-то увидим там ипотеку 5,4. Вот я вам только что привел факт, который у нас происходит вот сегодня буквально, да. Есть много ипотеки под 6% годовых и 6,5, они есть. Их одобрили. Это льготные ипотеки, это семейные ипотеки, это IT ипотеки. Если вы находитесь в ситуации, когда у вас есть возможность что-то приобрести, у вас есть, не знаю, накопленный миллион, 2 миллиона рублей, вы понимаете, что вам необходимо жилье или вы хотите просто сохранить деньги, то, возможно, имеет смысл сейчас что-то себе прикупить. Потому что я тоже до этого еще в роликах говорил, те, кто меня постоянно смотрит, подтвердит. Я в ужасе, потому что я хочу себе сам успеть купить квартиру. Ну, что мне вам рассказывать? Все мы люди, да, то есть у меня какие-то съемки, у меня какие-то сделки, что-то все вот так кувырком. И получается, что я опасаюсь, потому что у меня есть некоторые небольшие накопления в рамках, там, не знаю, пару миллионов рублей. И я понимаю, что они теоретически могут, ну, не то чтобы сгореть, но очень сильно обесцениться. Почему? Потому что любой такой скачок приводит к скачку цен на недвижимость. Давайте вместе посмотрим в прошлое и посмотрим на взаимосвязь вообще событий в стране и цен на недвижимость. Когда начался ковид, то есть до ковида в 2019 году цены были строго в два раза недешевле. Все это помнят. Несмотря на то, что уже ввели скроу-счета, несмотря на то, что цены на новостройки уже достаточно сильно приподнялись, тем не менее, тем не менее, можно было себе еще купить квартиру за 3 миллиона, за 3,5 миллиона. Это была нормальная достаточная сумма для того, чтобы себе что-то прикупить. После ковида цены выросли буквально в два раза. У нас вообще самое большое количество сделок, вот я недавно считал все эти, подбивал графики. У нас в компании было, ну как в компании, у меня все сделки в компании, это мои сделки. Все договоры подписаны лично мной, я уже нанимаю сотрудников для того, чтобы они мне там помогали. Кто-то по юридической части, кто-то по показам квартир, кто-то по просмотрам квартир. Тем не менее, это все мои сделки. Вот у меня в месяц, когда был ковид, было 102 сделки. Представляете, 102 личных сделки, это очень много. Дальше все, конечно же, пошло по ниспадающей, потому что те, кто хотел зафиксировать деньги, они их зафиксировали. И в конечном счете они, в общем-то, выиграли, потому что они купили недвижимость дешевле, сейчас она очень сильно выросла в цене. Когда у нас начались вот эти все события, то есть цены на новостройки улетели в космос. Да, была льготная ипотека, да, можно было себе купить по льготной интересной процентной ставке себе что-то из новостроек. Но тем не менее, цены на эти новостройки вот вообще ни разу не упали, не только продолжили подниматься. Акцентирую ваше внимание, я имею ввиду нормальные новостройки. То есть хороший застройщик, нормальный дом, не выше 9 этажей, который находится в городе, который может быть находится даже рядом с метро. На них цены примерно такие же, как в Москве. 7, 8, 9, 10 миллионов рублей за однокомнатную квартиру. И вот такие квартиры очень сильно приподнялись в цене. Если мы говорим про вторичку, вторичка потихонечку, потихонечку начала проседать. Да, конечно, 24 февраля и перед ним где-то вот с января по 24 февраля она была на пике. И тогда, допустим, однокомнатная квартира, это даже самая простая, Брежневка в Питере стоила все равно 6,5 миллионов, 6 миллионов. Можно было найти дешевле, но там были нюансы или с документами, или с ситуацией, или и с тем и другим одновременно. То есть я сейчас не беру совсем уже трэшовые варианты, которые лежат на дне рынка. Там можно было и за 5,700 найти. Но за это время, за полгода постепенно все успокоилось. У нас был отток населения из страны, постепенно люди вернулись. Все это привело к тому, что цены потихонечку-потихонечку начали проседать. И то, что раньше стоило 6,5, сейчас стоит 5,5 на 20% примерно. Не очень много, но и немало. А с учетом времени это, конечно, достаточно стремительное такое изменение цены в меньшую сторону. Что сейчас-то будет? Вот я думаю таким образом, что сейчас, конечно, люди, те, кто понимают, что у них есть деньги, и они хотят эти денежки подфиксировать, они сейчас все-таки выйдут в недвижимость для того, чтобы хотя бы не потерять. Конечно же, скорее всего, это будет не самое дешевое жилье. Это будет что-то немножечко получше. Это часто будут новостройки. Помните за новостройкой в ПРОПИТЕР. Подбор бесплатно. У нас действительно очень хорошие ребята, кто в этом очень грамотно разбирается, знают в этом больше, чем я. Это отлично. Соответственно, одобрение ипотеки, это все тоже бесплатно. Приходите, все по ценам застройщика. С нас приемка в подарок. Плюс мы еще можем помочь ее обставить, а потом даже сдать. Сейчас появилась такая услуга. В общем, обращайтесь. Чем сможем, поможем. Но цены на вторичку могут постепенно дальше тоже проседать. Могут. А могут, наоборот, начать расти. Объясню почему. Как я уже частенько про это говорю, 17 лет я тружусь на этом рынке. То есть, я прекрасно помню кризис 2008 года. Я помню в 2012 году, что было. Я помню, что было в 2014 году. И, соответственно, у нас вот эти кризисы, они с некоторой периодичностью. Понимаете, в чем дело происходит. И особенно они чувствуются, конечно, в провинции. Кто-то мне может возразить. Скажет, слушай, ну кому там, не знаю, эти хрущевки нужны. Кому нужны эти брежневки. Им уже 50 лет, там маленькая кухня и все прочее. Но вы не забывайте, большинство населения нашей необъятной родины, вот эти 140 миллионов, люди все-таки живущие в провинции. Москва, Петербург, это всего лишь 20% всей нашей необъятной родины. И люди, которые живут в городе, например, Набережные Челны, или в городе Чебоксары, если хотят переехать в Петербург, они понимают, что, возможно, это один из последних шансов для того, чтобы им купить квартиру, например, двушку за 6,5 миллионов в шаговой доступности от метро. Сейчас это реально. Но пройдет немножко времени, очень может быть, эта же двушка станет дороже. Почему? Потому что рубль начнет еще более стремительное падение, а всегда, когда деньги дешевеют, люди пытаются их припарковать. И прежде чем это падение цены начнется снова на эту вторичку, очень может быть, она формальных в деньгах станет дороже. Потому что я, например, убежден, что за это время не цены выросли в два раза, а наш труд стал стоить в два раза меньше. Потому что раньше тебе при той же... Обратите внимание, цены на недвижимость выросли, цены на автомобили выросли, зарплата не выросла вообще. Вот представьте, что есть, допустим, молодой человек, он зарабатывает 70 тысяч рублей. Это не самая плохая зарплата по Петербургу. У нас есть гораздо меньше зарплаты. И, в принципе, ему на все хватало, то сейчас, с учетом того, что цены на все выросли, цены на обслуживание автомобилей выросли, я недавно машину обслуживал, так, слушайте, у меня седых волос добавилось, зарплата его теперь это не то же самое. Это как раньше 50 тысяч рублей, как раньше, не знаю, 45 тысяч рублей. Понимаете, в чем дело? И мне кажется, что с недвижимостью может произойти такая же ситуация. Если человек сейчас зарабатывает какую-то сумму, и у него есть, например, актив в квартире, которая ему досталась от родни, или он когда-то ее себе купил, то сейчас он может, продав ее за условные 2 миллиона, приехать сюда, получить ипотеку и купить себе что-то, и уже перебраться в Петербург, потому что он мечтает жить в большом городе, ему нравится Питер, он понимает, что до московских цен ему еще пилить, как до Китая. Он понимает, что это, возможно, один из его последних шансов, потому что что у нас будет через полгода, мы не знаем. Что у нас будет через год, мы не знаем. Есть прогнозы, что вот этот кризис, которым очень может быть, что вот эти вот некоторые вспышки, это предвестники этого кризиса, это, ну, есть такое мнение, причем не только мое. Я думаю, что да, наверное, это так. Лучше то, что у тебя просто в рублях зафиксировать хотя бы в недвижимости, потому что люди, которые, например, условно говоря, не знаю, перед 98-м годом напокупали недвижимости, они ничего не потеряли. Те, у кого деньги остались в рублях, ну, рубли превратились в пшик. Конечно, есть единицы, но есть такие люди, которые зарабатывают в долларах, у которых деньги, в принципе, в долларах. Тем ничего не стоит беспокоиться, не стоит переживать, надо просто немножко подождать, и те активы, которые еще рухнут, можно будет тогда на самом дне откупить. Другой вопрос, как же понять, что вот это дно или не дно. В общем, вот такие у меня рассуждения. Те, кто со мной не согласен, напишите, пожалуйста, свою точку зрения в комментариях. Очень интересно почитать. А так вообще, ну, что, друзья, жизнь продолжается так или иначе. Будем надеяться, что все, кто хотел купить себе что-то, успеют. Я в том числе. Спасибо большое. Обнимаю. Ваш Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok